Это экстренный вызов на канале ОТС. Детям до 16 смотреть не рекомендуется. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте, мы начинаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эту видеозапись в субботу днем распространила пресс-служба областного главка МВД. Полиция обратилась за помощью в розыске мужчины, который на улице Забалуева в ходе ссоры со случайным прохожим ударил его ножом в шею. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в ходе обхода территории обнаружили машину, видеорегистратор которой запечатлел предполагаемого преступника. В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее несудимый житель Ленинского района 1970 года рождения. Минувшую субботу он был задержан и доставлен в полицию. Сегодня Ленинский районный суд Новосибирска отправил несдержавшего эмоций вооруженного прохожего под арест. По нашей информации, конфликт между мужчинами произошел из-за того, что собака потерпевшего обнюхала обвиняемого и испачкала его брюки. Кто прав, кто виноват, выяснит Фемида. Жаркая осенняя ночь в стрип-клубе закончилась конфликтом и перестрелкой. В последствиях произошедшего до сих пор разбираются не только суд, но и полицейские. Если не знать, кто есть, кто в зале заседания Железнодорожного районного суда, можно подумать, за решеткой предполагаемый преступник, а на скамье его жертва. В действительности все обстоит наоборот. Именно Максиму Дорофееву вменяет покушение на убийство, а его оппонент, получивший пулю из травматического пистолета в голову, надежно заперт на замок. Напомню, конфликт между мужчинами произошел в ночь на 1 октября 2016-го. Тогда в клубе неадекватный мужчина умудрился испортить отдых сразу нескольким посетителям. Свидетели вспоминают, поведение потерпевшего в то утро сложно было назвать нормальным. Увидел Дорофеева, разорванного всего, разбитого. Спросил, что случилось. Он сказал, что здесь в пределе. Ну все, я вышел так же с ним на улицу. Просто посмотреть, что происходит. Все между ними завязалась драка. Между кем? Между Дорофеевым. В итоге конфликт превратился в массовую драку у дверей клуба. А позже сразу несколько разгневанных мужчин побежали вслед за своим обидчиком. И нагнали его на улице Урицкого. По словам подсудимого, неадекватный молодой человек попытался продолжить драку. И даже успел избить одного из преследователей. Но затем сам получил увечья. В последующем Дорофеев Максим произвел в Кравчука практически прицельно не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия. В результате действий Дорофеева потерпевшему Кравчуку, здоровье его был причинен тяжкий вред здоровью. Ну и с места преступления подсудимый скрылся. Однако после Максим Дорофеев сам пришел в полицию. По словам предполагаемого стрелка, он просто хотел отчитаться о том, что применил травматическое оружие. А в результате написал явку с повинной. Мужчина рассказывает, что сам стал жертвой неадекватного потерпевшего. Сейчас из дела о пальбе возле ночного клуба выделен материал, в котором жертвы и нападавшие в буквальном смысле поменялись местами. Процессуальное решение по нему пока еще не принято. Впрочем, есть в этой истории и третье уголовное дело. С октября минувшего года инициатор ссоры возле Альпенгрота находится под следствием и содержится в изоляторе. Его обвиняют в сбытии наркотиков группой лиц в особо крупном размере. Окончательно в этой истории предстоит разобраться в фильме. Подсудимому она обещает до 11 лет лишения свободы, потерпевшему пожизненное заключение. Анна Скок, Александр Егоров, экстренный вызов. Семейная пара погибла в огне. Следователи проводят проверку по факту трагического пожара, произошедшего минувшей ночью в Сузунском районе области. Частный дом на улице Грязодубовой в рабочем поселке Сузун загорелся около двух часов ночи, когда его хозяева мирно спали. 49-летний мужчина и его 42-летняя супруга просто не успели выбраться наружу и надышались угарным газом. По предварительным данным причина в изгорании явилось замыкание электропроводки, которое произошло в одной из надворных построек, прилегающих к жилому дому. Пожар обнаружили соседи, которые незамедлительно вызвали противопожарную службу. В то же время, в силу того, что в тот момент уже огнем была охвачена значительная площадь домовладения, спасти людей, а также имущество не представилось возможным. А пожар в многоквартирном доме на улице Высоцкого на Восточном МЖК, к счастью, обошелся без жертв. На балконе шестого этажа загорелись домашние вещи. Причиной ЧП стала чья-то вредная привычка. В результате пожара огнем повреждены домашние вещи на балконе в жилой комнате на общей площади 12 квадратных метров. Причиной пожара послужила неосторожность при курении, а именно брошенная с верхних этажей непотушенное табачное изделие. По словам соседей, балкон на шестом этаже, хозяин квартиры буквально заполонил всевозможным хламом. Не будь у мужчины привычки складировать нажитое, возможно, ЧП удалось бы избежать. Сейчас специалисты пытаются установить неосторожного курильщика. Миллионы для науки на собственное жилье и автопарк. Экс-директор сибирского филиала геофизической службы выслушал обвинительный приговор. Резонансный приговор в униссоветский районный суд Новосибирска. Бывшего директора Алтая-Саянского филиала геофизической службы СОРАН признали виновным в двух эпизодах присвоения и легализации бюджетных средств. По версии следствия, для проведения части работы экспедиция геофизическая служба подыскала подрядчика. И очень скоро руководители обоих учреждений вступили между собой в тесные экономические отношения. Директор ООО «Геотех», а также осужденные договорились между собой, что по документам, по договорам подряда будет прописано в данных договорах, что ряд работ будет выполнено ООО «Геотех», тогда как фактически работы выполнялись филиалом геофизической службы. Таким образом, имело место перечисление 8 миллионов рублей на счета ООО «Геотех», которые были осуждены совместно с директором ООО «Геотех» похищенной. Однако, как установили следователи, на якутской экспедиции, которая и принесла такой доход, подельники не остановились и провернули схему еще раз в Магаданской области, где заработали еще 19,5 миллионов рублей. Незаконный доход осужденный смешал на счетах с честно заработанными деньгами и затем приобрел на них квартиру. Сам Александр Яманов на следствии в суде утверждал, что подрядчик, компания «Геотех», выполняла именно ту часть работы, которую ученые не могли сделать сами. Настаивали на этом и многочисленные свидетели. Сторона защиты довода обвинения считала несостоятельными и рассчитывала на полное оправдание Яманова. Однако вышло иначе. Накануне Фемида приговорила управленца к пяти годам колонии общего режима. Руководителю подрядной организации от следствия удалось скрыться. Получил посылку и оказался в руках правоохранителей. Новосибирец, заказавший крупную партию синтетических наркотиков по почте, стал фигурантом уголовного дела. Выбрал на сайте самые популярные варианты и уточнил самый минимальный заказ. Со временем он прислал мне трек для слеживания почты. Заказал, оплатил и отследил посылку. Организатором незаконного перемещения синтетики через границу оказался 25-летний новосибирец. На него в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Сибирской оперативной таможни и транспортные полицейские. Мужчина получил синтетику в международном почтовом отправлении, которое было доставлено в Россию из КНР транзитом через Нидерланды. Международное почтовое отправление находилось в автомобиле задержанного, который был припаркован около одного из домов в Кировском районе Новосибирска. Естественно, посылка была изъята. В ней были обнаружены три полимерных пакета с веществом белого цвета. Позднее экспертиза установила, что данное вещество является синтетическим наркотиком общим весом около 19 граммов. По самым скромным подсчетам экспертов, изъятого наркотика хватило бы на 200 разовых доз в отношении предполагаемого контрабандиста возбудили уголовное дело. За 19 граммов зелья ему грозит до 20 лет тюрьмы и миллионный штраф. На этом все. Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону 310-2005. Будьте осторожны и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова